Статьей, предусматривающей требования к служебному поединению сотрудника полиции. Полковник милиции в отставке с интересом читает мнение «Россия» на новом законе. В 90-х Владимир Колдин возглавлял легендарную группу по борьбе с особо тяжкими преступлениями «Кобра». Милицейской реформы он ждет давно. Больше всего волнует вопрос оплаты труда. Разница не от вывески, а от содержания. Я считаю, что если вот такое содержание в каждом сотруднике будет, а в целом и во всей системе, то я считаю, что население в таком милиционере или в таком полицейском найдет тех, которые будут и чтить закон, и их интересы. В Центре солидарности законопроекта милиции прочитали сразу после публикации. Кардинальных новшеств в документе правозащитники не нашли. Народ на сегодняшний день от оценки деятельности полиции полностью исключен. Вот в чем заключается оценка деятельности полиции? Но первое – это, безусловно, выборы полицмейстера. Безусловно, это должно быть народное голосование. В идее переименовать милицию в полицию многие пользователи всемирной сети увидели стремление походить на Запад. Там правоохранительные органы пользуются большим уважением. Просто использовать несколько слов, как полиция. Французы Екатерина и Патрис Журден в Саратове на каникулах. Как автолюбителю Екатерине приходилось общаться с полицейскими. По ее словам, они не так лояльно относятся к нарушителям, как в России. И тем не менее, французы больше уважают сотрудников правоохранительных органов. Французский полицейский, он все-таки отличается строгостью в какой-то степени. То есть с ним нельзя как-то договориться о чем-то. То есть такое просто невозможно. Я думаю, что они каким-то определенным авторитетом в обществе все-таки обладают. И в принципе так и должно быть. Французскую полицию тоже многие критикуют. То есть это нормальное явление. Но я думаю, что их все-таки уважают. Значение слов «милиция и полиция» разное. Первое появилось в начале 20 века и означало добровольное вооруженное ополчение по месту жительства. Второе – система органов государственной безопасности. В интернете жителей страны больше всего волнует вопрос не переименования названий, а то, какие затраты оно понесет. Екатерина Савина, Олег Буланов. Новости. Телеобъектив.